МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. Всем привет! В эфире нашего телеканала программа «Колейдоскоп». И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых заметных событиях культурной жизни нашего города. В нашей прошлой программе мы рассказали вам, как прошла ночь музеев. Ну а на этот раз мы приглашаем вас на ночь в библиотеке. Каждый год библиотека имени Горького готовит для своих посетителей «Особенное путешествие по литературному миру». Его может совершить любой посетитель одной из самых популярных акций, которые носят название «Ночь в библиотеке». На сей раз в ее основу легли произведения и фильмы о Шерлоке Холмсе. Очень долго, очень часто, уже три года подряд на плакат, который мы оставляем для отзывов, люди пишут «Пожелание следующей ночи». И три года подряд пишут «Шерлок Холмс». Мы не могли устоять. И на четвертый год мы уже все-таки сделали «Шерлок Холмс». Тем более юбилейная ночь. Началось все ярким танцевальным флешмобом. Ну а продолжилось огромным количеством конкурсов, игр и викторин, в которых интересно было принять участие как детям, так и взрослым. Все задания, так или иначе, были связаны с главным героем праздника и его профессиональной деятельностью. Здесь можно было определить, кто оставил следы на месте преступления, расшифровать названия самых известных произведений о Шерлоке Холмсе, познакомиться с настоящими криминалистами, получить на память свой отпечаток пальца и ознакомиться со специальными чемоданчиками экспертов. Данный чемодан содержит в себе комплект экспертов-криминалистов для работы на месте происшествия. Данный вариант предназначен для работы медиков-криминалистов на месте происшествия при обнаружении неопознанного трупа. То есть данный чемодан содержит полный необходимый комплект инструментов, реактив и других расходников, которые понадобятся эксперту при работе. А еще здесь играли на музыкальных инструментах, танцевали и даже показывали забавные опыты. Данный! Ну что, приходим домой! Саша, прости, я на полку! А в конце гостей ждал концерт группы «Человек» и «Огненное шоу». В общем, как обычно, было весело, и именно в этот день многие поняли, что посещение библиотеки может превратиться в увлекательный праздник. Имя Евгения Каширина, пожалуй, знакомо каждому рязанцу. Юбилейная выставка, посвященная знаменитому фотографу-укриведу, открылась в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина. На ее открытие побывала наша съемочная группа. Выставка посвящена 65-летию со дня рождения Евгения Каширина и 10-летию музея. Евгений Николаевич фотографировал преподавателей и студентов, участвовал практически в каждом мероприятии, проходившем в РГУ. И на выставке, которая открылась в Музее истории, представлены работы Евгения Николаевича разных лет, отражающие жизнь университета. Если коротко, это великий рязанец, без привлечения, потому что именно рязанец. И все, тут можно даже никаких... У него там зачитывать листик можно, да, наверное, минут пять всех его регалий, достижений, международных разных его наград. А он великий рязанец. И как краевед, лично для меня, наверное, это великий просветитель. Потому что есть исследователи-историки, есть историки с Капидома, которые копят, 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 чтобы сдать какую-то в конце жизни книгу, но иногда не получается. Уходит человек из жизни. И все это богатство в сундуках пропадает. А Евгений Николаевич, это человек, даритель великий. Он все, что как губка впитывал, от краеведов, исследователей, историков, бывая на всех конференциях в качестве фото-корреспондента, да, просто отслеживая моменты жизни нашего города, нашего края, он еще внимательно слушал. А человек губка, как краевед. И все эти знания, которые он получал от людей, он немедленно ими делился. Так совпало, что именно в канун юбилея Евгения Каширина в жизни вуза отмечается еще одно значимое событие – десятилетие музея истории. Любой музей хороший, особенно такой, который в таких стенах, которым больше 150 лет, и который живет духом истории, живой музей, понимаете, вот это его главная особенность. Бывают музеи засушенные, где и прислониться нельзя к стеночке, и строгие смотрительницы, и вся атмосфера не располагает. А этот музей, он зовет к себе, он к нему тянет вновь и вновь возвращаться. Тем более, что руководитель, его сам ангел, такой добрый хранитель этого замечательного музея, Нина Борисовна Чельцова. За заслуги в развитии музея его директору Нине Борисовне Чельцовой вручили медаль в память 400-летия Дома Романовых. Конечно, следующее событие никакого отношения к культурной жизни Рязани не имеет, но, тем не менее, оно нас привлекло. 31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Об особенностях девушек со светлыми волосами мы поговорим в следующем сюжете. Блондинка. Сегодня это слово воспринимается большинством практически как ругательство. Не слишком умные, помешанные на моде и внешнем виде, абсолютно беспомощные. Вот такими нам представляются светловолосые женщины. Именно этот стереотип и побудил клуб правовой защиты блондинок доказать всем, что светлые волосы не являются признаком отсутствия интеллекта. Конечно, подобная идея, да и сам клуб мог появиться только в Соединенных Штатах Америки. Именно там в 2001 году впервые отметили Национальный день блондинок. Идея так понравилась белокурым дамам, что вскоре этот день приобрел всемирное значение и начал праздноваться в других странах с не меньшим размахом, чем в Америке. Первое празднование Всемирного дня блондинок в России прошло с настоящим шиком в 2006 году. Тогда состоялась первая церемония вручения бриллиантовые шпильки. Это специальная премия для талантливых, умных, успешных, модных и бесконечно женственных блондинок. Таких, кстати, немало. Тем не менее, окончательно сломать стереотип не удается. Мы решили выяснить, как к блондинкам относятся рязанцы и считают ли они, что цвет волос влияет на уровень интеллекта. Многие, наверное, считают, что влияют, но лично я нет. Потому что у меня очень много знакомых девочек-блондинок. Я бы не сказала, что они глупые или у них есть какие-то отклонения. Нет. Наоборот, мне кажется, они порой наиболее развити, чем остальные. Я считаю, что цвет волос все-таки не главный показатель. Есть и среди блондинок достаточно умные люди. Я считаю, что не влияет. Человек сам развивается, а какой у него цвет волос, это уж природа задала. Действительно, я тоже поддерживаю мнение. Какая разница? Можно перекраситься и быть тоже умной и прекрасной девушкой, в принципе. Действительно, блондинки также учатся в высших учебных заведениях, работают в крупных компаниях, добиваются заметных успехов. Просто некоторые из них умеют грамотно пользоваться имеющимся стереотипом. Яркий пример – Наталья Новикова, ведущая спортивной программы «Второе дыхание». Те, кто видит ее впервые, наверняка про себя подумают. Ну, типичная блондинка. А ведь она закончила радиоуниверситет, успешно работала на радио, а вот теперь покоряет телевидение. Согласитесь, пустоголовой глупышке – это не под силу. Просто иногда ей выгодно выглядеть типичной блондинкой. Ну, на самом деле, это удобно, что-нибудь накосячишь, улыбаешься и говоришь, ну, я же блондинка. Иногда кажется, что она уж очень вжилась в этот образ. Наверное, именно поэтому многие боятся ездить с ней на машине, хотя водит она довольно неплохо. Я тебе могу сказать, что женщины вообще абсолютно нормально. То есть безо всяких там претензий садятся, ну, по крайней мере, внешне не видно, чтобы там, да, их колбасило, тресло и не пугались. Мужчины вообще боятся. Некоторые даже ищут ногами тормоз. Причем это видно невооруженным глазом. Он сидит рядом, весь зеленый, и ногой просто вот, ну, тормозит. То есть его там явно нет на пассажирском сидении, да, а вот ногой тормозит. Наталья признается, что иногда подобные отношения все-таки обижают. У нас же часто людей встречают именно по одежке, да, и вот они видят, что ты блондинка, девушка, улыбаешься, ну, и сразу какие-то стереотипы, конечно, у людей появляются. То есть иногда это действительно обижает. И хочется как-то доказать, что я большую математику знаю. Несмотря на все стереотипы, мы знаем, какая она на самом деле. Внимательная, добрая, умная. А еще Наталья – один из лучших тренеров фитнес-центра «Сатри». Она работает по 12 часов в сутки. Ее цвет волос не влияет ни на работоспособность, ни на интеллект. Но вот Всемирный день блондинок она все же может смело внести в список своих профессиональных праздников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В протяжении 20 лет девчонок и редко попадающихся мальчишек здесь обучают непростому мастерству моделирования одежды. Они учатся шить, рисовать, изучают историю развития моды и даже историю костюма. Без истории костюма, который предшествовал нашему времени, совершенно нельзя сочинить что-то новое. Это уже истина, которая не подлежит сомнению. После этого дети, основываясь на этой истории, они придумывают что-то свое новое. Ну и, конечно, современное видение, современная молодежь. Вопрос, что надеть, этих ребят не мучает. Они, несмотря на свой юный возраст, уже в состоянии самостоятельно шить себе любой наряд. В прошлом году я шила сарафан с кофтой. Все лето я в нем проходила. Ну, где-то так. Но пошив повседневной одежды не единственное, чем занимаются воспитанники театра моды на протяжении учебного года. И еще одна, пожалуй, самая главная задача – создание фантазийных коллекций. Это намного сложнее, объемнее работа. Намного глубже мы изучаем предмет. Вот если мы, например, взяли в этом году средние века, то есть мы изучаем разные города, страны в средних веках, обычаи, вот это все украшение, архитектуру – все это вливается в какую-то коллекцию. Коллекция этого года «Дыхание времени» овеяна мотивами средневековья. Яркий голубой материал оттеняется теплыми бежевыми тонами, а искусственные аксессуары дополняют образы, делая их ярче. Все, что вы видите, сделано руками воспитанников театра. И головные уборы, и обувь, и украшения. Кстати, специально для того, чтобы последние были видны зрителю во время показа, ребята вместе с педагогами изобрели свою особенную технику их создания. Есть множество техник, в том числе техника изготовления украшений из сутажа. Очень красиво, но очень похоже на ювелирные украшения получается, хотя они очень дорого по сравнению с ювелирными. Но так как на сцене это тонкие вещи, из сутажа они видны, мы изобрели на этом свою новую технику из толстого шнура, плели им украшения для коллекции, чтобы со сцены это выглядело более, было более хорошо видно. Театр моды «Жар-птица» отправился в мае этого года на международный конкурс-фестиваль «Новые звезды» в город Сочи. Впечатлений было много. Горы, чистый воздух, море, интересные экскурсии, сам конкурс. Но они привезли оттуда не только хорошие воспоминания, но и первое место. И это несмотря на высокую конкуренцию. Был восторг, очень не ожидали, была радость, все сразу стали кричать, все сразу очень радостно было. За почти 20-летнюю историю существования театра моды это далеко не первая высокая награда. Коллектив постоянно участвует в конкурсах и фестивалях различного уровня. И практически везде завоевывают призовые места. Рассматривая фотографии, на которых представлены более ранние коллекции, поражаешься фантазией ребят и педагогов. Каждый год они выбирают новую тему и совершенствуются в искусстве создания оригинальных образов. В следующем юбилейном году они наверняка придумают еще что-то необычное. Ну а мы будем с нетерпением этого ждать. Ну а на этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен на Московском шоссе 20. Телефон 8920-99-32-99. Редактор субтитров А.Семкин